всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет об цикосе сегодня на дворе у нас декабрь зима минус 14 градусов и мой цикос решил порадовать меня вот такими вот ветками вот пять веточек он у меня выпустил до таких красивых я прям уже и не ждала ареал естественного обитания азия индонезия австралия а также он произрастает у нас в абхазии и сочи его можно встретить относится цикос к отряду саговников и независимо от возраста и размера цикос является довольно простые растения но не дешевым для выращивания как в помещении так и вот на открытом воздухе в летнее время и подойдет не только для опытного цветовода но и для новичка но стоит учитывать что это медленно растущие растения и сейчас я вам расскажу свою историю как он у меня появился и какой у него возраст а также поговорим об уходе за цикосом какую почву он предпочитает и освещение полив ну вот моему цикосу больше шести лет мне его подарили у него был всего вот пять веточек и он у меня четыре года не подавал признаков жизни то есть как бы они не желтели и ничего как бы не появлялась я уже как бы не знала что с ним делать уже куда его не ставила и таскалась с ним и вот только через четыре года он у меня выпустил ярус вот таких вот восемь восемь листьев это было год назад и в этом году весной он меня эти выпускал весной листья и я думала в принципе уже и не ждала что у меня в зиму то выпустит такую красоту я уж дала к весне но видимо повлияло освещение все-таки досвечивать нужно он все-таки светолюбивое растение грунту цикосы в принципе не требовать но все таки нужно учитывать два фактора то есть почва он почву предпочитает ph 6 с половиной и до 7 кислотности и вторая это рыхлость почву то есть нужно добавлять в грунт песок ну какие-то разрыхлители чтобы вода не застаивалась а она чтобы стекала в поддон это прям очень важно и кстати у меня есть видео как я пересаживала свой цикос кому будет интересно можете посмотреть зайти на мой канал видео было снято еще весной в апреле освещенность освещенность должна быть максимальной и в зимнее время нужно досвечивать растения а в летнее время его нужно притенять от полуденного солнца он как бы переносит солнце он любит жару но чтобы его листья вот не обжигала его нужно полуденное время его притенять полив полив является очень важным жизни цикоса при выращивании в горшке нужно позволять практически полностью просохнуть грунту а затем медленно и постепенно пролить сверху довольно обильно а лишнюю воду воду нужно слить и поливать цикос нужно обязательно теплой водой что касается удобрений я его подкармливаю редко ну наверно могу сказать раз в месяц и подкармливаю как вот все растения вот начну подкармливать фертикой вот я все растения фертика и цикос тоже фертика я в принципе подкармливаю он вообще его удобрение как бы его лучше не не докормить их сильно переборщать с удобрением не стоит и вот когда он формирует листья ему конечно нужно прямо освещение я его каждый день а я его по чуть-чуть поворачиваю ну чтобы они вот как-то ровно так легли то есть вот сейчас уже видно как он будет их загибать вот посмотрите у него прям видно изгиб такой уже пошел сейчас он будет раскрывать ну прям красота то еще совсем забыла цикос любит опрыскивание я его опрыскиваю каждый день тем более чтобы создать влажность особенно это хорошо для молодых листьев для молодых листьев по мере пересыхания как я вам говорила я его обильно поливаю чтобы хорошо развивались молодые листья про вредители конечно я не могу ничего сказать из личного опыта я не сталкивалась именно с болезнями какими-то цикоса то есть у нас с ним вообще все хорошо а вот здесь вот еще вот один который мешается при съемке это здание его родственник тоже саговника она у меня тоже отсвела но она вот у меня смотрю как бы вот здесь вот почему-то я вижу как она наращивает но пока листьев новых нет она меня уже около года наверное думаю к весне вот решила замерить я длинулись листика 101 сантиметр это причем у него еще вот эти будут развиваться то есть еще больше будет то есть цикос занимает очень много места он же сейчас их еще положит и вот он у меня стоит вот здесь вот тут прям вообще вот есть проблема у цикоса знаете какая у него начинают сохнуть кончики листьев я думал это уже многие сталкиваются кто имеет цикос это от сухого воздуха не не хватает влажности то есть если вы решили завести такое растение то вы должны понимать что он занимает очень много места и причем его нужно ставить напротив южного окна чтобы он хорошо развивался размножается цикос чаще всего детками они со временем появляется на стволе растения и детку аккуратно срезают потом ее подсушивают несколько дней и садят в торф с песком и она в принципе хорошо очень растет при выращивании цикоса конечно можете столкнуться с такими проблемами например как новые листья могут быть например короче чем старые то есть это причины могут быть при резкой све смене освещенности или например это первый лист после того как растения было укоренено или переболела например было повреждение корневой системы или ошибки в содержании растения то есть неправильное питание или какая-то необходимость лечения или плохая почва или также вот проблема еще что не растут вот молодые листья как вот у меня было до 4 года вы ну недостаточно было освещение либо ему прохладно было или даже как бы отсутствие подкормок тоже может повлиять на это или вот еще бывает что листья желтеют у цикоса это причина недостаток питательных веществ нужно проверить ствол вот не мягкий ли он и корни то есть может быть переувлажнение грунта идет и загнивание корней то есть тоже он сразу выдает что желтеют листья вот такой в общем красавица у меня я очень рада что у меня то есть растение в моей ранжедине увидимся в следующем видео а